Стив Джобс Он никогда не смотрит поверх головы. Он выбирает в зале то одну, то другую группу людей или даже конкретного человека и обращается непосредственно к ним. При этом есть несколько вещей, которые помогают ему почти все время смотреть на своих зрителей. Прежде всего, в слайдах его презентаций очень мало текста. В основном фотографии и картинки. Ему не приходится поворачиваться спиной к залу и читать с экрана. Многие выступающие этим грешат, становятся к публике спиной и читают. Стиву Джобсу это не нужно, ведь за ним только иллюстрации. Кроме того, Стив Джобс очень тщательно готовится к презентации. По много часов, день за днем он репетирует и прорабатывает каждую часть выступления, не упуская ни единой детали. И делает это как раз для того, чтобы быть абсолютно уверенным в материале и не терять зрительный контакт с залом. На каждой презентации Стив Джобс демонстрирует какое-нибудь новое устройство или программу. В последнем случае он иногда на короткое время садится за компьютер, но никогда не задерживается перед ним надолго. Он лишь откроет нужную страницу и тут же вернется к залу, продолжив объяснение уже лицом к аудитории. Правило второе. Если говорить о языке жестов, то Стив Джобс всегда открыт. Это значит, что между ним и залом нет никаких преград. Вот, например, закрытая поза. Вы не увидите ее у Стива Джобса. Или руки в карманах. Это чересчур развязано. Такого вы тоже не увидите. На сцене нет кафедры. Стив Джобс не выступает из-за кафедры. То есть этого барьера тоже нет. У него лишь беспроводной микрофон, и он свободно ходит по сцене, чтобы не возводить преград между собой и зрителем. Это и называется открытостью. И, наконец, третье правило. Чтобы пользоваться таким же успехом, как Джобс, нужно активно жестикулировать. Он очень многое старается показать жестами и сопровождает ими практически каждую свою фразу. Например, про какую-нибудь группу товаров он говорит «Это целая индустрия». И показывает руками, насколько она велика. Или, скажем, он рассказывает про новый чип, благодаря которому MacBook Air получился таким тонким. Так вот, он говорит «Вы бы видели этот чип? Он крошечный, меньше не бывает». Он постоянно жестикулирует. Но жесты у него не заученные. Вы не увидите у Джобса вот такой позы. Жесты у него очень живые. Если вы действительно хотите понять, чем отличается выдающийся оратор от обычного человека, которому есть над чем поработать, давайте посмотрим на эту презентацию. Это 2007 год. Стив Джобс представляет iPhone. И, как обычно, он пригласил на сцену гостя. Этот джентльмен, генеральный директор большой компании, полная противоположность Джобсу во всем, что касается языка жестов. Смотрите, что он сделал. Он вышел на сцену очень медленно, держал руки в карманах и большую часть времени смотрел в пол. Вряд ли он нервничал. По-моему, он просто не понимал, насколько важно то, как он выглядел. А потом он сделал то, чего Стив Джобс не сделал бы никогда. Он достал из кармана бумажку и стал по ней читать. Мы очень рады быть партнерами Apple. Он просто-напросто заморозил презентацию. Чувствовалось, как энергия ушла из зала. Я в это время следил за комментариями блогеров в режиме онлайн. Они просто с ума посходили и писали всякие гадости. Один написал, что это за парень, другой, что это за мистер Блокнот, а еще кто-то, верните Стива Джобса. Обычно блогеры не критикуют гостей Джобса, потому что те являются партнерами Apple. Но этого человека просто заклевают. И я думаю, только за то, что его манера держаться на публике так сильно отличалась от манеры Стива Джобса. Мастер, Стива Джобс.